итак всем привет продолжаем мы рассматривать события турнира thunder and steel сегодня вашему вниманию представляю поединок проигравший раунд 8 это уже и в нем сошлись ангулем играет он за империю и противостоит ему тоже русскоязычный игрок гладиус играет он за орков ну и наблюдаем этот беспредельный вообще состав пражен принца за империю это один демигриф с алибардами и два просто демигрифа вот здесь смотрите справа как бы так понимаю танк что ли пытается прикрывать светлый маг конечно же имперский полководец и 4 налетчика мы видим ну как бы панда то показал что танк догнать можно по большому счету и так левый фланг орков представлен четкими пацанами орков на вепрях количестве двух кроме того гоблинские волчьи наездники тоже в количестве двух аналогично правый фланг за исключением расстановки четкие пацаны внутрь стоят гоблинские волчьи наездники они внешнюю сторону составляет фланга четкие пацаны орков в количестве сколько трех три четких три просто пацана простецкие ну и кто это у нас генерал маг да и еще один маг у нас здесь шаманочных гоблинов и ажак мясник да и естественно вот еще один товарищ по упорок на рук то есть свой танк гладиус тоже взял в этом бою ну тут понимает нам гулем что стоять там как бы нельзя надо смещаться здорово как было что-то тут откинуто на мага ничего себе ну-ка как просадила шикарно просадила на 33 процента как минимум шаманочный губин ну наверно карающий блеск какой-то двойной я так понимаю прошел скорее всего ну бой долгий бой затяжной упорный в конце боя мы сами посмотрим там маленько спорная ситуация была поскольку хостовал в этом бою гладиус и выставил он ограничение по времени 20 минут ну и посмотрите как здорово орки вот такой вот линии идут и зажимают зажимают империю потому что понятно сойди сейчас тут все это дело в ближнем бою уже здесь как бы шансов не будет ну и лесные у нас эти вернее волчьи наездники расстреливаются и нехило расстреливаются светлый маг там где-то шкерится ну а рыцарь на демигрифах посмотрите хоть и подседают но разбираются с двумя отрядами и нехило разбираются да бегут рыцари на демигрифах но тем не менее да шкерится шкерится смотрите как здорово получилось на правом фланге своем пробивает пути к отступлению себе ангулем и быстрее быстрее армии выводит понятно ему нужно стрелять ему нужно чтобы у него сыграл танк нужно чтоб у него сыграл прежде всего маг чтобы сыграл генерал то есть в таком 10 юнитовом составе конечно очень рискованно против особенно вот такой армии еще один карающий блеск идет проходит он на генерала нет чуть-чуть прошел он берет своим генералом пацанов до прожав я так понимаю все обилки ну и да здорово здорово по краю карты выводит и танком танком продолжает отстреливать паука рахнарока но пока тяжело тяжело это и вот они колоннами колоннами бежит империя просто демонстрирует нам оба игрока чудеса или бристики один пытается зажать смотрите когда другой все-таки бежит 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 так а здесь что она сеть откинута ну здорово притормозить их конечно может догнать иначе и пытается всеми силами приостановить продвижение армии орков ангулем генерала уже бросает клюет тут генерал его этого рахнарока в то время как танк бежит бежит и стреляет мне такое ощущение что он со всех щелей там стреляет этот танк тут же добиваются остатки четких пацанов на вепрях достаточно высокий уровень контроля под демонстрируют игроки приятно на это посмотреть сбежали налетчики ну в общем-то контра найдено скажем так панда всем показал как этот состав можно контрить и рыцарь на демигрифа когда вытаскивается тяжело им конечно здесь вытаскиваться ну и светлый маг бегает светлый маг что он пока ничего светлым окном не продемонстрировал пока ну и очень здорово здесь ангулем своим генералом убегает от гоблинских волчьих наездников и чем здорово целых два отряда у орков они не при деле и они по сути не атакует да получается в это время еще не но опять вот бежит возвращается бежит возвращается причем толпами ну что это бы ну тут сейчас он бежали вот эти четкие пацаны орков на вепрях во первых не дешевый отряд если уж на то пошло 40 человек из 45 сбежали ну что это алибордисты приканчивают пацанов ну да здесь уже этот просаженный неплохо так просажен генерал минус 8 дисциплину он дает ну да кстати очень логично плюс сеть аминтока вот сейчас второй раз отрабатывает светлый маг и дает возможность своему генералу просто-напросто спасти зад есть три отряда аж стоят смотрите ну и опять таки да танк догнать можно все как бы показано было но в этом бою мы пока не видим чтобы все это дело догонялась скажем так но конечно действует по обстоятельствам гладиус и вынужден он следовать за своим противником то есть фактически как бы навязывается да вот эта тактика и вынужден ей один из игроков следовать этой тактике ну давайте ускоримся очень длинный долгий бой что у нас карающий блеск скорее всего да причем удачно так проходит замечательно ну а здесь что у нас огненный взгляд шим ошибка не прошел ну и маг проседает маг выхватил бедолага видать с этой кучи малы зачастую не видишь где что происходит потому что смотреть уже вот так вот ну как-то самому уже непонятно кто где и куда пошел ну а здесь танк с демигрифами посмотрите на право минус 8 это дисциплина и они толпами бегут и толпами тут же возвращаются ну что это такое ну кстати очень здорово использует вот это вот умение еще один карающий блеск на гену проходит минус 8 вот это вот дисциплина сеть уже который раз мы видим то есть тактически очень грамотно и верно конечно все это используется то есть фактически самые быстрые отряды соперника тормозит ну и что у нас пошли на второй круг уже почета игроки с по одной и той же схеме они бродят вот так вот прошлись еще раз прошлись и на второй круг сейчас пошли и никак не удается в этой ситуации эту ситуацию разрулить но и основное проблема гладиуса это танк проблема ангулема это рахнарок и не могут они решить ни одну ни один не другой вот эти вот проблемы так скажем ну стреляет он аж на ходу стреляет ну прям я не знаю т110 действительно огненный взгляд шема проходит на генерала вот это уже серьезно ты жив все-таки еще светлый маг и мотает он нервы здесь гладиусу еще один проходит орающий блеск ну а здесь уже начинает проседать арахнарок да посмотрите здорово как его эти налетчики отстреливают сбегает на этом вернется же ну вернется же подлец в нем здоровье еще как в быке какой же это паук ну и малочисленные отряды орков мы видим они потихоньку начинают разбегаться до жив еще генералу гладиуса то есть решил он уже просто встать и уже дать чтобы уже стреляй короче а там видно будет ну и отводит своего светлого мага отводит своего генералом гулем действует совершенно он верно ну а здесь перекрестный обстрел у нас посмотрите получается с трех сторон обстреливают армию орков что не очень хорошо конечно даже не с трех вообще по всему периметру вообще идет обстрел вот этой коробке орков конечно четкие пацаны они вроде бы четкие но не такие уж они четкие когда дело касается биться с танком и плюс живы еще и налетчики здесь хотя уже без боеприпасов некоторые один вот уже один выстрел остался вот этот вот отряд израсходовал все боеприпасы жив генерал у империи и такой ситуации так арахнарок что у нас сбежал по итогу да все-таки добили его эти расстреливается все-таки единичная цель крупная единичная цель расстреливается жив генерал сейчас фокусе генерала конечно да о и танком посмотрите как врубается танком тут уже ва банк идет ангулем потому что если сейчас танк умрет то все конечно но опять он использует тактику против орков то есть со всех сторон их окружает и бьет и бьет и бьет их а орки как бежали они так и бегут в этой ситуации они конечно же да вот они белки ближнего боя бросает он ближний бой ангулем своего генерала ну и ничья видите да то есть выходит время нет все таки думаю что в этой ситуации и за счет морали и за счет того что танк танк вообще у нас товарищ не бегущий поэтому думаю и админ турнира правильно поступил но владеус усетовать не на что в общем-то бы хостовал он да и ну посмотрите танк 148 101 здорово как вот два отряда очень четко собирали ну грубо там 900 армия до из этих 900 250 то есть больше чем четверть армии убила два отряда здесь это тоже показатель так второй бой поединка гладиуса и ангулема ангулем идет у нас за вампиров да такую расстановку очень сложную смотрите использует ангулем тут за вампов из-за гномов идет гладиус не так это у нас варгейсты ну я так понимаю это для того чтобы где-то обходить там на стрелков рыцари крови универсальный в общем-то отряд ужасы из склепа 2 из 2 зомби то есть вот она эта связка второго темпа на левом фланге те же самые ужасы из склепа но здесь два стража могил и два зомби то есть третьим темпом вообще пойдут здесь ужасы из склепа кроме этого некромант до располагается он там где больше всего масса отрядов карштайн в роли генерала и мага и стражи могил вот эти вот два по центру ну то есть мобильная армия то есть понятно гномы используют компактное построение всегда как правило ну вот и для того чтобы их окружать я думаю была использована именно такая расстановка кроме этого мы видим трех долгобородов это первая линия горняки с подрывными зарядами вторая линия мастер рун на кователь вернее рун очень эффективный товарищ вообще прям очень эффективным ближнем бою просто шикарно себя проявляет громобой в роли стрелков да забияки забияки два забияки в роли стрелков но пушка не знаю за пушку я здесь категорически не согласен ну может быть она и сыграет посмотрим конечно кроме этого гноми войны простецкий товарищ это мстители против крупной цели должны они вам причем мстителя посмотрите два автожира в принципе мстители могут сыграть против те же ужасов и склепа при определенной ситуации они заруливают но опять-таки это нужна поддержка то есть одно дело чистые тесты другое дело как все это происходит в бою ну не уверен я в автожирах в общем то скажем так так что у нас тут откидывается на них что-то откинулась судьба бьюны поди откинулась или что там ну-ка 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 мне даже интересно да скорее всего либо судьба бьюны либо похищение души было использовано кстати вот этот вот отряд как расценивать это единичная цель или все-таки нет да один вообще все два осталось из трех автожиров ничего не покажут поскольку есть варгейсты и не тягаться автожиром ну и сдвигает свои войска посмотрите расставляет сейчас я думаю вот такая вот расстановка будет и с этого с левого фланга и думаю вампиры начнут ломить конечно здесь ну а рыцари крови так они тихонечко встали в сторонке скромно так сейчас они уже подходят они думаю пойдут по тылам и тяжело будет конечно но вам с ними справиться хотя есть мстители и все таки посмотрим насколько и так сходятся да посмотрите третьим темпом заходят ужаса из склепа подходит хиллер некромант и здесь на мстители аж три отряда наваливаются вторым темпом идут эти у нас кто они ужасы из склепа хотя вот уже проседать начинают да посмотрите мстители как здорово все-таки действует против таких вот отрядов ну и сейчас будут рыцари крови бить и отходить понятно варгейсты были взяты именно для этой цели и очень здорово они атакуют здесь стрелков не позволяют им стрелять и так откидываются руны у нас здесь я так понимаю ближнего боя откинута вот здесь удару на гнев и разрушение очень эффективная дрянь такая так скажем вообще просто замечательно ну автожиры пытаются из пушки пригреть генерала ну явно не та цель лучше бы наверное залететь бы им куда-нибудь вот сюда вот этим автожиром в тылы из тылов здесь и пытаться как-то там где больше скопления войск соперников может здесь обстреливать а не стрелять и по своим и по чужим скажем так так ну а генерал генерал я не озвучил нас пехота с топорами кто это там он грим наверное да да он берем железный кулак ну что-то другое брать нет смысла ну и просто-напросто сметены гномы слишком много стрелков все-таки вот слишком много и пушка это не сыграло и автожиры эти лишние все-таки считаю здесь вот основная причина вот поражения минут в этом бою конкретно этой ситуации это неверный состав то есть частично там верно и ковать или рун генерал правильно взят автожиры не нужны ну возможно одного мстителя стоило все таки одного взять а не двух хотя в принципе против бампов два нормально но нужно было все-таки жирная вот этот пехота кто они там молотобойцы или как там нет не молотобойцы самые дорогие которые вот товарищи загномов все-таки лучше наверное было по 1300 тех ребят взять которые пилу мы были ближнего боя так сказать пилу мы в кавычках кидают и я думаю они бы очень эффективно зашли вот против ужасов из склепа зомби просаживают они своими этими мелкими гранатами на раз-два ну и не увидели мы долгобородов да с тяжелым оружием долгобороды то есть да как бы понятно ну все-таки стражи могил достаточно бронированный отряд да я снежда 90 в принципе с тяжелым оружием можно было брать они вы против них очень здорово зашли но генерал вернее некромант хилит и хилит и хилит он эту армию понятно что очень тяжело то есть нужно убивать 10 вампиров быстро и для этого нужны были какие-то мощные конечно отряды и соответственно и вот результат боя да вот долгобороды 3 всего лишь 3 долгоборода у нас было в принципе горняки подрывные заряды но один не сыграл вообще мстители ну 30 36 понятно бились они в основном против там тяжелых этих отрядов и ужасов из клепа то есть можно сказать что почти сыграли не сыграли стрелки вообще не сыграли автожиры то есть раз два три 4 5 6 6 отрядов практически не сыграли если эти еще что-то ближнем бою до убивали то ну пушка но она и стоит как бы немало 34 маловато все-таки считаю основная ошибка здесь это вот вернее причина поражение этого боя это в этом бою гладиуса все-таки неверный состав ну и берет хаос ух ты ничего себе хаос берет обалдеть берет гладиус высшие он там магда ну и убойнейший просто состав заорков мы наблюдаем прям убойнейший это что у нас по два черных орка на флангах первая линия у нас мясная это гоблины между ними стоят два великана ажак мясник у роли генерала потом что он шаман ночных гоблинов у нас да его кстати тоже полезно брать вот эта обилка у него с грибами магию которая дает дикие орки два три четыре и дуда причем куда вы сдвинулись нажал я паузу то есть они пойдут вторым темпом хотя даже не сказать чтобы вторым где-то вторым а где-то вот в эти промежутки между гоблинами пойдут и первым в принципе но берсерки чтобы их не запускать скажем так и так ну и хаос все-таки за хаос очень сложно играть почему за вампиров вниз не пошел гладиус не знаю мы видели в его исполнении орков да гномов видели участь видим хаос но всегда кто играет за хаос у меня вызывают большое уважение игроки может играть им очень тяжело ну и выигрывать крайне тяжело и так отверженный в количестве трех отличный выбор маг у нас до высший чародей чего там хаоса смерть до 2 великана хаоса тоже два великана воины хаоса алибарды воины хаоса алибарды не знаю не уверен я все-таки говорил я про эти отряды не то это вот есть киты воины хаоса там они по 900 монет у них нету там у них только доспехи и бронебойность то есть нету ни защиты от натиска но у них показатели боя и натиска чуть больше чем вот у этих товарищей и все-таки считаю брать их более эффективно нежели вот эти вот отряды итак воины хаос тяжелое оружие тяжелыми секирами доспехи и бронебойность но по моему вот это вот они и есть если я не ошибаюсь да 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 вот 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 эти вот три да отличный выбор тролли хаоса в доспехах ну давайте посмотрим как развивались события в этом поединке да вот эти вот вот гораздо они эффективнее все-таки нежели все-таки эти бодрее 38 посмотрите 24 натиск 34 10 хотя та же самая бронебойность у них есть что у нас броня сотка сотка до дисциплина дисциплина у этих вот чуть повыше хотя здесь рядом что генерал и как бы здесь судить об этом тяжело 34 защиту но защита вот у алибордистов повыше атака ближнем бою посмотрите воина хаоса тяжелым оружием 32 здесь 30 то есть все-таки они мне я я так полагаю они более эффективны нежели вот эти вот алибордисты что крупные цели понятно разберем великанов принципе что они эти крупные цели то есть получается черным оркам тяжело до противостоять вот этим и воинам даже хаоса но в принципе они могут да и попытаться в этом бою алибордистами сковать двух великанов надежде что эти два великана помогут отдалять черных орков ну не знаю да вот что и делает гладиус посмотрите он двух своих алибордистов выдвигает в центр но пока да 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 великанам то нужно догнать черных орков да у них скорость посмотрите бодрее ну и пошла магия смерти до похищения души карающий блеск не проходит до похищение души проходит да еще как ну и сейчас посмотрим нет связывает первым темпом гоблинами посмотрите ангулем великана хаоса отверженных и тут же вторым темпом заходит чернорки нет посмотрите гладиусу удается все-таки вытащить своего великана а по центру вот часто бы начнет попадать я думаю вот этот вот великан тут ему срочно нужна помощь и воины хаоса тяжелым оружием заходят и заходят очень здорово заходят да все-таки у хаоса очень важно грамотно войти в боя здесь мы опять вот хотя нет все-таки здесь да вот правый фланг не как-то мал мал не так зашел не все а нет это задумка такая то есть воины хаоса альбардами отводятся тяжелое оружие стоит хотя зря стоят нужно да нужно нужно атаковать уже и вот эти с тяжелым оружием отходят зачем они отходят непонятно ну очень здорово посмотрите как гладиус орудует хаосом прям замечательно да у него хоть и поэтапно но очень прям очень замечательно приятно посмотреть ну а орки черного у орков вот них есть черные орки до пошел он в тыл и сейчас гулять центр они держат почему-то вот здесь не атакует гладиус по центру все таки нужно было вот алибардисты так как раз вот и они нужны должны были они сейчас первым темпом на великанов заходить но отверженные понятно по черными орками и под дикими они просаживаются причем капитально просаживаются ну а тут черные да правый фланг полностью заруливают орки в центре великан что у нас проседает великан да все таки эти алибардисты они оправданы здесь в составе но вот где второй отряд алибардистов я его не вижу чтобы он бился здесь со вторым великаном ну очень здорово гладиус действовал да приятно посмотреть за хаос да и вообще оба игрока играют замечательно что у нас здесь друг друга и горк поправит и похищение души ну то есть все обилки ближнего боя какие только нужны вот в данной ситуации для орков они горками используются и ну и все здесь вот правый фланг зарулили орки центр тоже остался за ними вот воин хаусы почему-то стоят да надо как-то пытаться здесь остановить вот алибардисты но куда один отряд посмотрите великанов половину эти алибардисты просадили ну и тут уже тяжело конечно же будет хаосу поскольку большинство отрядов не убежит а вот в этой куче мале вот сама вот эта куча мала она вот орком на руку все вот эти обилки ближнего боя можно спокойно прожимать ну посмотрите 58 атака в ближнем бою но это же с ума сойти то у великана 126 атака в ближнем бою под этим вот эти под этой способностью ну бежит бежит маг непонятно что бежит карающий блеск да да карающий блеск добивает генерала ну и хаос сейчас побежит хотя очень здорово конечно хаос вошел в это сражение видно что состав продуман и видно что не просто так все это бралось ну а против орков нет тяжело хаосом тяжело против орков вообще в принципе тяжело а уж хаосом и подавно не знаю почему не были взяты вампиры мне кажется вампиры были бы конечно более предпочтительны против орков и гораздо больше шансов было выиграть ими нежели хаосом ну что ж гудгейм поздравляю ангулема с выходом в девятый раунд где он поборется за выход в финал да если я не ошибаюсь уже в гранд финал с кем там у нас он получать с пандой варьером да с пандой варьером нет не за гранд за финал нижней сетки по моему вот так куда за финал нижней сетки а там уже за гранд финал ну то есть очень высоко прошел по нижней сетки ангулем молодец не так гудгейм спасибо за внимание всем пока